Добрый день, коллеги! Меня зовут Олег Цигель, я директор по развитию группы компании Копроект Энерго и SolarCenter. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию небольшую видео инструкцию по настройке мониторинга наиболее распространенных в нашей стране сетевых инверторов KSTAR, Safar, Deye и любых других инверторов, которые используют для своего мониторинга облачный сервис SolarMan. Для этого мы собрали небольшой демо-стенд в нашем офисе и сейчас по шагам расскажем вам все элементы этапа настройки. Мы будем использовать однофазный солнечный инвертор KSTAR на 6 кВт. После того, как мы подключили питание переменного тока, подали напряжение от солнечных панелей, наша станция уже вырабатывает энергию. Чтобы реализовать возможность мониторинга, нам надо подключить инвертор к Wi-Fi. Для этого используется Wi-Fi модем, который входит в комплект поставки инвертора. Наиболее простой и удобный инструмент для настройки мониторинга это приложение SolarMan Smart для смартфонов или ПК. Скачиваем приложение SolarMan Smart из Play Market или App Store. У нас оно уже установлено. И создаем новый аккаунт. Для этого вам понадобится почтовый адрес, к которому у вас уже есть доступ. На почту придет шестизначный пароль подтверждения. Его нужно ввести в поле верификации. Затем придумайте пароли шести цифры и как минимум одной буквы латинского алфавита. Ставим галочку, что прочли пользовательское соглашение и жмем кнопку «Готово». Теперь нам нужно создать новую солнечную станцию. Нажимаем «Добавить сейчас». Программа спросит, есть ли у вас инсталлятор, который мог бы это сделать за вас и добавить эту станцию в свою базу. Сейчас мы рассматриваем ситуацию, при которой доступ к вашей станции будет только у вас, поэтому жмем на кнопку «Создать станцию самостоятельно». Дальше программа определит ваше месторасположение. Если вы находитесь на объекте, тем проще. Просто подтверждайте адрес и движемся дальше. Теперь необходимо заполнить базовые характеристики. Название вашей станции, выбрать тип системы, прописать мощность установленных панелей в киловаттах. Это обязательные данные. Вторичные параметры можно заполнить и позже. Жмем «Готово». Станция создана. Теперь мы должны привязать наш модуль Wi-Fi к созданной нами станции. Для этого надо ввести уникальный номер Wi-Fi модуля вручную или отсканировать QR-код, который наклеен на самом модуле. Для удобства регистрации на коробке от Wi-Fi стика информация продублирована. Все, Wi-Fi модуль привязан к нашей станции, теперь осталось подключить его к интернету. Для этого вам нужно зайти в настройки своего смартфона, найти Wi-Fi сеть, которую раздает наш Wi-Fi модуль. Название сети будет содержать серийный номер модуля и подключиться к ней. Затем, используя любой браузер, ввести IP-адрес для входа в настройки Wi-Fi модуля 10.10.100.254. В открывшихся настройках мы должны прописать адрес и пароль от местной сети Wi-Fi, чтобы наша станция смогла передавать данные на сервер SolarMan. Это делается в разделе Wizard. Находим рабочую сеть и прописываем пароль. Жмем «Далее», «Далее», «Далее». После этого ваш смартфон автоматически отключится от Wi-Fi, который раздает инвертор. Для контроля правильности подключения проверяем, горит ли индикатор на модуле Wi-Fi, который свидетельствует о том, что прибор в сети. Если была допущена ошибка в пароле, индикатор не будет светиться, и вам понадобится снова вернуться в веб-интерфейс Wi-Fi стика и проверить правильность пароля. У системы мониторинга также есть веб-версия. Набирайте в строке поиска SolarMan, заходите на сайт, выбирайте именно версию SolarMan Smart. Ваш логин, электронная почта и пароль позволят вам войти в систему и мониторить вашу станцию с компьютера. Теперь информация о вашей солнечной электростанции, о ее мониторинге доступна вам в любой точке земного шара, где есть интернет. Надеемся, что эта коротенькая видеоинструкция была вам полезна. Если мы не ответили на какие-то вопросы, которые у вас возникли в процессе подключения, оставляйте их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. Остаемся с вами Олег Цигель, Экопрайт Энерго, Краснодар.